А здорово, братцы! Вы знаете, в мире может происходить полная срань, но наша команда всегда находится в боевой готовности, чтобы своевременно рассказывать вам о новостях из мира технологий. И если это не заслуживает такой мелочи, как ваш братский лайк, тогда напишите в комментариях, что мы делаем не так. А сегодня у нас свежая порция инфоповодов. И начну я с компании Meizu. Вы уже давно интересовались, как там у неё дела. На китайской площадке Pindu. Не знаю, что это за площадка. Появилась возможность оформить предзаказ на пока ещё даже не анонсированный флагманский смартфон Meizu 18. Причём, несмотря на отсутствие фото и даже то, что из технических характеристик неизвестно ровным счётом ничего, кроме процессора Snapdragon 888, больше 4000 людей уже оформили предзаказ. Я в их число не вхожу. Но если вдруг вам было бы интересно посмотреть на эту новинку, я бы мог достать её на обзор. Рычаги давления, вы знаете, всё как всегда в ваших руках. А тем временем в стране восходящего солнца богом забытая компания Sony спокойно готовится к презентации двух смартфонов. Хотел сказать новинок, но у меня язык не повернулся, потому что модель Xperia Pro была анонсирована ещё в феврале прошлого года. Ну а новенький компакт, да кому он вообще нахрен нужен? Вы вообще видели продажи iPhone 12 mini? Нет, вы их не могли видеть, потому что их нет. Ну я, конечно, утрирую, но скажите мне, пожалуйста, неужели Sony думает, что она продаст больше компактов, чем это сделала компания Apple? И ещё одна новость в блоке с разогревом. На этот раз никак не связана с андердогами рынка смартфонов. Генеральный директор компании Valve и по совместительству жадный чёрт дал интервью, в котором заявил, что компания работает над инновационным игровым устройством. Что-то типа VR-гарнитуры, которая умеет считывать сигналы мозга. Смысл в том, что специальный шлем будет использовать данные об активности вашего мозга, чтобы не дать вам заскучать. По задумке, игры смогут динамически подстраивать под вас темп и сложность. Но если даже самые обычные VR-гарнитуры стоят каких-то конченых денег, то я даже боюсь представить себе ценник такого инновационного шлема. А значит, купят его, грубо говоря, три человека. И играть они будут только в стартовые демки, потому что других игр просто не будет. В общем, идея, конечно, очень крутая, но мне кажется, мир пока не готов к таким технологиям. Субтитры сделал DimaTorzok Детальную информацию в описании. Желаю вам удачи и увидимся в прямом эфире уже через два дня. Samsung развивает свой полупроводниковый бизнес даже быстрее, чем этого от нее ожидает. Прямо сейчас они вбухивают 10 миллиардов долларов в строительство нового завода, который будет производить чипы на основе трехнанометрового техпроцесса. Но самое интересное произойдет совсем скоро. Ice Universe заявляет, что во втором или третьем квартале этого года Samsung начнет применять в своих смартфонах новые поколения процессоров Exynos тысячной или двухтысячной серии. Главная фишка которых будет графика от AMD. По слухам, новый чип Exynos даже мощнее, чем Apple A14 Bionic. Но, честно, я бы не стал всерьез рассчитывать на такой результат. Тем более, неизвестно, что там будет с энергоэффективностью. И главное, что будет с ценами на такие продукты. Вот, например, по слухам, новые смартфоны Galaxy A52 и A72 будут довольно дорогими. Примерно в два раза дороже той цены, которую обычно предлагают Xiaomi и Realme. Сейчас на экране вы можете видеть примерные цены на разные версии. Но я все-таки надеюсь на то, что это какой-то дичайший вброс. Ну, либо цены озвучены на версии с 5G процессорами. Потому что 500 долларов за Snapdragon 720, ну это как-то слишком много. Даже для Samsung. А еще появились слухи о двух других запланированных новинках. Но, если Lite-версия планшета S7 нас не очень сильно интересует, то вот на умных часах Galaxy A4 мы все-таки ненадолго остановимся. Говорят, что всего будет несколько новых моделей. И как минимум, одна из них сможет измерять уровень сахара в крови. И это невероятно полезная функция для диабетиков. Не знаю, насколько это распространенная тема. Скорее всего, узконаправленная. И тем не менее, мне нравится, что умные гаджеты двигаются в этом направлении. Это круто. Электрокар от Huawei. И, друзья, это не кликбейт. Они действительно представили свой электромобиль со своей собственной системой электропривода Huawei Dry One. В нее входят двигатель с электронной обвязкой, коробка передач, преобразователь, бортовое зарядное устройство и блок управления аккумулятором. По их словам, это универсальное решение, которое должно заинтересовать автопроизводителей, которые планируют перевезти свои автомобили с ДВС на электрическую тягу. Причем, мощность 350 лошадиных сил. А запас хода 850 километров по городу на одном заряде. То есть, Huawei представили свой собственный электромобиль с хорошей автономностью. И его можно купить по цене 40 тысяч долларов. Но в первую очередь, они хотели обратить внимание на его базу, которую теперь смогут использовать и другие автопроизводители. А еще Huawei активно взялись за носимую электронику. Представители компании говорят, что их новые умные часы Watch 3 и GT3 смогут определять гипертонию и предупреждать об инфаркте. А еще обещают другие гаджеты, которые смогут измерять артериальное давление и умную одежду, которая будет мониторить температуру тела. Но самую крутую новость о Huawei я вам расскажу прямо сейчас. Harmony OS 2.0 стала первой мобильной операционной системой с полноценной поддержкой технологии трассировки лучей. Ray Tracing на смартфоне, чем вам не Next Gen? Но вот только есть один небольшой нюанс. На смартфонах Huawei нет Google сервисов и нет нормальных игр. Зато будет Ray Tracing. А теперь коротко по одной небольшой новости о трех моих любимых компаниях из холдинга BBK. По слухам, Oppo Find X3, помимо уникального дизайна тыльной панели и крутой квадрокамеры, получит первую по-настоящему зрелую подэкранную фронталку. Дисплей при этом будет состоять из нескольких частей, плотно подогнанных друг к другу без видимых стыков, прикрытых единым цельным стеклом. В одной из таких частей и будет спрятана фронталка. Короче, это будет какой-то невероятно навыроченный аппарат, крутой, как Мэтью МакКонахи в фильме «Джентльмены». Но вот чего я боюсь, сколько будут просить за такой смартфон, ведь аппараты Oppo, они... очень дорогие, вы вспомните, сколько просили за Find X2 Pro в прошлом году. Вот, поэтому... Пффф, я не знаю, пишите цифры в комментариях. А ещё в сети появилась информация о будущих OnePlus 9 и 9 Pro. Перечисляю основное. Snapdragon 888, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, быстрая зарядка мощностью 65 Вт и беспроводная зарядка на 45 Вт. Но гораздо интереснее фото. Вы видите, где его сделали. Причём на этот раз OnePlus не стали разыгрывать спектакль, типа фотография была сделана каким-то случайным прохожим. Но всё равно это фото было сделано в метро, какого хера? Видимо, по привычке. И последняя новость из блока про BBK. Наша с вами любимая компания Realme планирует составить достойную конкуренцию ноутбукам Xiaomi и Redmi. Причём первая модель появится уже в июне. От себя могу сказать, что в последнее время качество ноутбуков Xiaomi немного просело. И я надеюсь, что придёт компания Realme и даст пинка под зад Xiaomi, чтобы те немножечко напряглись, а то как-то сильно расслабились. Вокруг Apple, как всегда, происходит много всего интересного. Их снова обвиняют в замедлении смартфонов, подают иски за извлечение прибыли с электронных казино и всё в таком духе. И в этом нет ничего удивительного, ведь Apple одна из самых богатых компаний в мире. Сейчас её стоимость оценивают в 2,4 триллиона долларов. Я такие цифры слышал только в школе. Кто-нибудь из вас знает, сколько там вообще будет нолей после двойки? Наверное, будет легче сказать, Apple бесконечно богата, нежели написать это число. Вот почему все обсуждают эту компанию, потому что люди любят обсуждать богатых. Вы вообще видели, сколько просмотров набрало последнее видео про дворец? Клипы Моргенштерна отдыхают. Но вернёмся к Apple. Мы бы могли сейчас обсудить интриги, скандалы и расследования вокруг бренда. Но давайте я вам лучше расскажу о будущих продуктах компании. Это будет куда полезнее. Сегодня мы же обсуждали тему будущих умных часов Samsung, которые смогут показывать уровень глюкозы в крови. Оказывается, Apple тоже работает над использованием этой возможности. И разработки ведутся с далёкого 2017 года. Вероятнее всего, в Watch Series 7 данная функция уже будет доступна. Кроме этого, часам приписывают матрицу MicroLED с тактильной обратной связью. Ну что, друзья, судя по всему, в ближайшее время умные часы станут альтернативным доктором на дому. Но посудите сами. И уровень кислорода в крови меряют, и глюкозу будут измерять, и пульс, и давление, и кардиограмму рисуют. Страна только что температуру не меряет. Мне кажется, эта функция была бы гораздо полезнее. В любом случае, на сегодняшний день умные часы – это уже история не просто о быстром ответе на сообщения, просмотре погоды, времени и всё в таком духе. С каждым годом функциональность этого гаджета растёт. И это хорошо. Но ещё есть новости о следующем поколении Apple TV. На мой взгляд, это самый бесполезный элемент экосистемы бренда. И, тем не менее, многие его покупают. Apple TV6 получит новый мощный 5-нанометровый процессор A14 Bionic. Как у последних айфонов. Большой акцент будет сделан на игровые возможности приставки. Поговаривает, что в комплекте будет даже идти фирменный геймпад. То есть, судя по всему, Apple хотят привлечь внимание геймеров. А установив мощное железо, потянутся и разработчики игр. Даю руку на отсечение, что вместе с приставкой будет представлено как минимум несколько эксклюзивов. Неужели в планах Apple откусить кусок пирога у полноценных консолей? Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Получится у них или нет? Я за второй вариант. Но в любом случае, новость хорошая и будет интересно посмотреть. Ну что, самые ужасные сны сяомистов могут воплотиться в реальность. Компания может лишить стандартного блока питания все свои будущие смартфоны. Но, вернее, как лишить? Предоставляется право выбора. Либо покупать смартфон с ним в комплекте, либо без него. Причем преподносится информация следующим образом. Если ты хочешь помочь в борьбе за экологию, отказывайся от комплектного блока питания. Но при этом стоимость на смартфон не становится ниже. Либо второй вариант. Не хочешь, забирай свой блок питания и иди с богом. Одним словом, хитро в**паные пи**сы. И самая интересная статистика показывает, что многие осознанно делают свой выбор и отказываются от блока питания. Таких людей можно назвать официальной лохи. Этот трюк успешно прошел с Mi 11. И уже в середине февраля его повторяют с серией Redmi K40. И уже есть намеки, что будущий Redmi Note 10 тоже лишат комплектного зарядника. Как вам такое? Вы не стесняйтесь, комментируйте. А я вам пока озвучу предварительную дату анонса K40. Судя по информации на сайте GED, уже с 17 февраля начнут принимать предзаказы. Также в кратких технических характеристиках указывается процессор Snapdragon 888 и 2К разрешение. Причем версии смартфона написаны через слэш. То есть, возможно, оба варианта получат топовую платформу от Qualcomm. Я уже узнал у своего инсайдера, будет ли эта серия продаваться в наших странах. И пока что ничего не слышно. Это означает, что в ближайшее время точно нет. Возможно, в будущем их будут выпускать под брендом Poco. Но и тут пока глухо. В общем, великая вероятность, что нас с вами снова бортанут. Причем это не единичный случай. Xiaomi планирует еще целый год продавать прошлогодний флагман Mi 10. Только с новым процессором Snapdragon 870. По сути, это будет единственное новшество. За исключением цены. Стоимость младшей версии составит 525 долларов. Спрашивается, зачем? Аргумент у производителя следующий. По сути, это идеальный смартфон. У него нет недостатков. Так, почему бы не продлить ему жизнь? Окей, нахрена вы, значит, пихаете чип, который не особо отличается от 865 дракона? Лучше бы вы установили ценник 450 долларов, так, чтобы люди могли покупать этот аппарат с прошлогодним железом долларов за 500. Мне кажется, такой вариант был бы куда лучше. Хотя, на самом деле, это не имеет никакого значения, потому что смартфон не планируют продавать в наших странах. Да-да, я говорил, что нас постоянно бортует. Но хотя бы с Mi 11 Pro должно повезти. В сети появились якобы первые живые фото смартфона. Но, сразу говорю, это фейк. Рендеров пока никто не видел, но, судя по документации, смартфон получит три камеры. И выглядеть это будет куда симпатичнее, чем те варианты, которые предлагают господа фейкометы. В целом, главное отличие этого смартфона от обычного Mi 11 – камера. Хотя, говорят, будет еще нечто более важное. И эту информацию пока еще не слили в сеть. Предлагаю удовольствоваться тем, что есть. Ранее сообщалось, что Прошка получит главный сенсор от OmniVision на 48 мегапикселей. Такой же, как у Mi 10 Ultra. Теперь же всплыла информация, что смартфон оснастят тем же датчиком, что и недавний Oppo Reno 5 Pro Plus. Sony AMX 766 с разрешением 50 мегапикселей. Кроме этого, будет ультраширик на 48 мегапикселей с оптическим стабом. И телевик со 120-кратным цифровым зумом и, опять-таки, оптической стабилизацией. Вот как-то так. Остальные характеристики будут плюс-минус, как у Mi 11. Возможно, качнут немного зарядку и добавят какую-то нахрен ненужную функцию, которая здорово будет выглядеть на самой презентации, но на практике никто и пользоваться не будет. Лично я бы готовился именно к этому варианту. Ну и на закуску я оставил новость о Mi Band 6. Да, это определенно будущий хит-продаж, потому что ни один Mi Band не был откровенно провальным. Ну и в сети появилась первая информация относительно этого продукта. Возможно, даже последняя, потому что данных вдоволь. Достали эти данные из фирменного приложения ZEPP. В этом году, как и в прошлых, планируются две версии браслета. С модулем NFC и без него. Кроме этого, ожидается увеличение диагонали дисплея. Было бы логично, если бы до размеров Honor Band 6. Такой вариант нас точно устроит. Также появится пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови. Прогнозируют поддержку голосового помощника Alexa. Но это, скорее всего, относится к аналогу от Amazfit. Поговаривает еще о наличии модуля GPS и 30 новых типах тренировок. Также некоторые данные, которые ранее были доступны исключительно в фирменном приложении на смартфоне, теперь будут доступны на самом браслете. Допустим, информация о вашем сне. Честно, я не знаю, что может быть лучше Mi Band 5. Это просто офигенный фитнес-трекер. Правда, ему бы корпус и дисплей от Honor Band 6 была бы вообще ляля. Вот мозги оставили Xiaomi, а корпус взяли Honor Band 6. Если вы понимаете, о чем я в теме, вот можете написать свои мысли по этому поводу в комментариях. Поддерживаете или нет. Вот, и можете написать, чего вы ждете от Mi Band 6. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Участвуйте в нашем розыгрыше Xiaomi Mi 11 и 10 парах наушников Redmi AirDots 2. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok